Здравствуйте уважаемые друзья, сегодня я расскажу вам о том теневике в котором мы обычно черенкуем хвойные растения сейчас будем смотреть его, накрываем мы его гидроизоляцией, у нас все лето он не открывается, так только для прополки, размером примерно три с половиной на полтора метра теневик по бокам все это открывается, двойная сетка при тенении где-то примерно 55 процентов, ну вдвойне сложно, по бокам тоже, но это все открывается чтобы там смотреть, прополоть и с другой стороны тоже, да низко, но ничего для полива у нас стоят тут форсунки, вот их сколько раз два три четыре пять шесть, но было сначала пять, потом я шестую поставил, можно поставить еще одну если кому-то мало земля тут с хвойным опадом, с песком совсем, то есть самое подходящее для черенкования ну естественно можно добавить покупного грунта, это уже по желанию, сейчас я включу и мы посмотрим работу форсунок, то есть черенки нарезаются потом в землю их и поливаются, поливаются еле честно по 2-3 минуты, когда жарко можно больше зиму мы еще не проверяли, но вот такой туман создается в принципе черенкование довольно таки хорошо происходит тут уже такие форсуночки тут на шланге, то есть их тоже можно прекрасно все, ну 5-7 минут хватает чтобы намочить полностью всю хвою туманков, ну и создать влажность определенную в теневике теневик, я думаю такую построить не так уж трудно, форсунки тоже продаются, но я не помню по сколько они по моему по 100 рублей, труба и все, здесь идет подключение естественно такое же здесь просто выдергаем шланг и все, оттуда сливается вода, кстати она постояла всю зиму, я не снимал их и ничего не замерзло ну а на этом все уважаемые друзья, вот все что хотел рассказать, пробуйте черенкуйте, делайте такие же теневики мы как заширенкуемся, я вам покажу как это все работает, как это все в действии все спасибо, с вами был Евгений Филимонов и питомник Польный двойник изменю